Продолжение следует... Если мы с вами в интернете зададим вопрос, как правильно провести Пасху, то наверняка найдем очень много советов неправильных, советов, которые подсказывают нам неверные действия. Но если мы критикуем, то нам нужно предложить. И сегодня мы с вами поговорим на тему, как правильно встретить и провести Пасху. Пять основных аспектов, как встретить и провести Пасху Христову. Итак, первое. Самое главное, что Пасха, а вместе с ней я говорю и про Светлую Седмицу, и вообще максимально про 40 дней пасхальной радости, Пасха встречается в храме. Вот это самое главное и самое важное. Как писал отец Александр Шмеман, если бы мы с вами слышали и понимали бы богослужения Великой Пятницы, Великой Субботы и Пасхи, то нам не нужно было бы никакое богословие. Потому что в этих текстах содержится абсолютно все. Все христианское богословие, все идеи о Боге, о человеке, об отношении Бога к миру и так далее. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте максимально постараемся провести это время Светлой Христовой Пасхи и Светлой Седмицы. Максимально провести в храме. Это первое и самое главное. Второе – это то, что нужно меньше готовить. Это мое мнение, вы со мной подискутируете, но в нашем мире есть много всего хорошего и много всего, что вызывает некие сомнения и смущения у нас, православных людей. И вот один из несомненных хороших аспектов современного мира – это то, что почти все сейчас можно приобрести. Мы приходим в магазин и видим, там есть куличи и Пасхи, еще что-то. Все это есть, все это в наличии. Можно взять, приобрести и это время податить с пользой. Вот я и говорил, что нужно максимально быть в храме. Быть может, есть смысл поменьше готовить и побольше побывать в храме. Потому что бывает так, к сожалению, так бывает, что человек берет и вместо того, что пойти на богослужение Великой Пятницы, Великой Субботы, он красит яйца, он готовит куличи и так далее. Да, я понимаю, что для многих это является святой традицией, что дома хозяйки готовят, что семья ждет и так далее. Но я предлагаю, как говорится, для размышления подумать. А быть может, стоит меньше готовить и больше молиться. Давайте попробуем так сделать, хотя бы на эту Пасху. Третье, это то, что Пасха, это не просто один день. Как так часто бывает, что пришел человек на Пасху, сказал, все, я был на Пасхе, был на крестном ходу, даже фотографии в инстаграм выложил. А Пасха, это еще и Светлая Седмица. Пасха, это 40 дней пасхальной радости. И Светлая Седмица, это как бы один большой пасхальный день. Он очень красивый из точки зрения богослужения, когда совершается ежедневная литургия, совершаются крестные ходы. И более того, Светлая Седмица, время, когда нужно обязательно регулярно причащаться. Пожалуйста, посмотрите документ об участии верных в Евхаристии, и там подробно рассказывается о том, что на Светлую Седмицу нужно причащаться. На Светлую Седмицу нет поста. Но с оговоркой, что для тех людей, которые до этого соблюдали весь пост, которые регулярно причались, поведовались и получили благословение у своего духовника. То есть это очень важно, очень нужно для нас с вами. Четвертое, это то, что нужно бороться с суевериями. Опять же, огромное количество разных суеверий, которые есть, которые возникают везде и всюду. Ну, давайте приведем такой пример того, что делать не нужно. Например, не ходят на Пасху на кладбище. Понятно, какая традиция эта возникла. Возникла она в советской эпохе, когда храмы были закрыты, ходить было нельзя в храм на Пасху. И люди, как вот такое проявление религиозности, приходили на кладбище, потому что кладбище никто не закрывал. Этого делать не надо. На кладбище мы идем на Радоницу после литургии, после панихиды, это 9 дней после Пасхи. Есть огромное количество разных суеверий. Опять же, я не буду их называть, чтобы никого не вести в смущение. Можно их увидеть в интернете, посмотреть и понять, что так делать не надо. Ну и пятое, как встретить Пасху правильно, это нужно помнить, что мы, православные люди, свет миру. Господь обращает своим ученикам не просто к апостолам, а ко всей толпе, которая за ним шла, он им говорит, вы свет миру. Это означает то, что мы должны явить собой пример. Вот мы же должны жить так, чтобы люди видели нас и говорили, они христиане. И касается празднования Пасхи, то же самое. Мы должны праздновать радостно, должны изливать этот свет людям, но вместе с тем должны и быть умерены. То есть не будет никакой пользы для дела и христианской миссии, если православный человек на Пасху объестся или, не дай Бог, выпьет что-нибудь, особенно чрезмерно. Это будет только назло. Они посмотрят нас и скажут, но если православные так и отмечают Пасху, тогда ничего хорошего про них мы сказать не можем. Поэтому, дорогие друзья, вы свет миру. Вот это пятый пункт, как правильно встретить Пасху. Вот предлагаю вам такие рассуждения, быть может у вас какие-то будут свои мысли по этому поводу, быть может вы напишите нам комментарии об этом. Но я предлагаю вот такое понимание, пять основных пунктов, как правильно встретить и провести Пасху. С праздником, дорогие друзья!